Сейчас я нахожусь на Рябиновой аллее в Александровском саду. Здесь еще в 2007 году под руководством Василия Смирнова, бывшего редактора Кировской правды, заложили памятную аллее фронтовым журналистам. Она посвящена всем, кто героически прошел войну и не вернулся. Всем, кто после продолжит свою творческую деятельность в редакции газеты Кировская правда. Один из тех главный секретарь и заведующий отделом Логинов Павел Петрович. Многие журналисты, пришедшие работать после войны в редакцию Кировской правды, попали на фронт еще молодыми юношами и девушками. Это было то поколение, которое не любило вспоминать о войне, было надежным и отдавалось до последних сил своему любимому делу. Как вспоминает Вера Павловна, дочь главной секретаря редакции Кировской правды Павла Петровича Логинова. С малых лет она была очарована не только творческой атмосферой редакции, но и людьми, что там работали. Это и повлияло на ее профессиональный выбор в дальнейшем. Как и отец, Вера Павловна связала свою жизнь с журналистикой и стала радиоведущей на ГТРК «Вятка». Там царила творческая атмосфера, в коридорах была тишина, как в библиотеке. А за столами сидели люди, поглощенные своим материалом, сосредоточенные. В основном все они были фронтовики. Война ворвала жизнь молодого студента в августе 41-го. Павел Петрович тогда учился на втором курсе в Кировском медицинском институте на ФИЗМАТе и был срочно отправлен в Челябинское танковое училище. В составе танковых формирований он участвовал в боевых операциях на северо-юго-западном фронте, воевал на втором прибалтийском участке и прошел очаг страшных сражений в Сталинграде. От разлившегося бензина Волга, река горела. И самое страшное, что он сказал, было то, что постоянно из мегафона на ломаном русском языке доносились призывы «Сдавайтесь, вы окружены, от вас отказалась Москва, Сталин от вас отказался». И в это же время бросали листовки с такими же призывами. О многих эпизодах героических подвигов своего отца Вера Павловна не знала лично. Некоторые рассказывали ее мать о других историях, а она услышала друзей его и коллег. В 2004 году в газете «Кировская правда» появился очерк с ломом на мину журналиста Владимира Шичкова. Он написал, как о неморозным утром, размахивая в руках ломом, храбро бежал впереди танка по минному полю юноша, подготавливая безопасный проход перед атакой. Этим молодым и смелым танкистом оказался Павел Петрович Логинов. Этот случай очень поразила его дочь. «Мой отец вылез из этого танка. Для того, чтобы танки прошли, нужно было обезвредить эти мины, нужно было проверить для них путь расчистить. И вот с этим ломом, которым они натягивали гусеницы у танка, он бежал по полю. И ведь это тоже чудо, что тут не взорвалась мина, что он не погиб». Было немало случаев, когда надежда на лучшее покидала Павла Петровича. Он был тяжело ранен ногу, началась гангрена, его поместили в санитарный поезд и оставили умирать. Только благодаря стараниям московского хирурга удалось сохранить ногу и жизнь молодому танкисту. «В этом медицинском поезде московский профессор, который спросил его, сколько тебе лет? 20, – ответил он. И профессор сказал, готовьте, парни, к операции». За свои военные заслуги он был награжден почетными орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Над сюжетом работала Анастасия Порошина. Субтитры создавал DimaTorzok